квадрат такой замечательный и меня сейчас будут интересовать углы которые все опираются вот на этот отрезок вот это давайте назовем альфа следующий угол будет называться бета следующий соответственно будет называться гамма поняли идею да 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 следующий угол будет называться дельта и следующий угол будет называться извините что я немножко криво рисую но надеюсь не простите в компьютере это нарисовано абсолютно точно следующий эпсилл вопрос альф плюс дельта плюс гамма с дельта плюс гамма сколько будет сумма этих пяти углов смотрите мы передвигаем все эти углы чтобы у них вершины у всех пришли бы в одну и ту же точку вот в этот угол все время сгараживаться на чертеже то есть диаметр сейчас вы понимаете как люди видят все все 45 передвигаем все углы при помощи параллельных переносов чтобы их вершины оказались бы в верхнем правом углу квадрата и тогда вот если можно возьмите вот этот чертеж удастся вот здесь вот это нарисовано они туда же правильными цветами выделены получается вот таким образом сумма углов действительно равна 45 градусов отлично следующая задача для ее решения требуется знать что сумма углов треугольника 180 градусов надеюсь что все присутствующие знали давайте рассмотрим вовсе не обязательно правильную пятиугольную звезду и углы альфа это гамма-гамма дельта и эпизод задача найти сумму величин этих углов а между прочим и для правильной пятиугольной звезды она тоже интересно сколько там то будет там даже можно точно найти величины всех этих углов они все одинаковые подумайте нарисуйте правильную пятиугольную звезду себе и подумайте потому что это поможет вам найти ответ здесь я же утверждаю что для всех звезд один один и тот же ответ значит если вы решите задачу для правильной пятиугольной звезды и если я прав то вы найдете ответы в общем случае ничего кроме формулы о том что у треугольника сумма углов 180 градусов знания нужно достаточно знания формулы сумма углубленных несложно то есть это находится в пределах ваших возможностей то что это что-то такое действительно сложно всегда очень обидно когда кружок учишь 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 и потом вдруг народ переходит во всякие мат школы и резко прекращает заниматься причем не на кружке а именно вообще прекращает заниматься потому что к сожалению для очень многих цель состоит даже для большинства если честно совсем для большинства цель состоит вовсе не в том чтобы выучиться а в том чтобы поступить в школу номер такая-то все вот он поступил в такую-то школу которая там его родителям кажется престижным и полностью бросает учебу это к сожалению очень часто очень много было людей которые были действительно замечательные в детстве вот и и у них все заканчивалось после поступления в мат школу до этого человек учится до этого ему все интересно а тут все цель жизни вот между прочим я по этому поводу всегда вспоминаю один мой друг ездил в Америку в Аспирантову учиться и он оттуда вернулся совершенно ошарашенный а именно он мне объяснил что странно а там учиться совсем до другого возраста чем у нас знаете этот фокус да? все знают просто это важно все знают чем отличается там американская система образования от нашей в смысле продолжительности чем? тем что там на два года больше чем будет не на два года больше они учатся на десять больше значит рассказываю у нас человек заканчивает школу раньше чем там у нас человек заканчивает институт ну кому повезло заканчивает аспирантуру и все это происходит очень очень быстро а там умудрились сделать систему образования которая гораздо более длительная и в той же самой аспирантуре человек сдает вот в америке гораздо больше экзаменов и просто потому что она просто дольше по времени чем у нас соответственно мы смеемся ха наши пятнадцатилетние побеждают на олимпиадах там абсолютно разделывают там их шестнадцатилетних замечательно только понимаете у нас человек должен очень быстро выложить все свои силы для того чтобы поступить в институт и большинство после этого расслабляется и вообще она здесь ничего не делает уже вот а на самом то деле учеба должна начаться после того как вы поступили в институт а не закончится вот а сейчас в Москве ситуация еще более дикая учеба заканчивается когда поступил в престижную школу все вот он в пятом классе поступил и получается что у него было собственно пять лет когда он учился то что дальше он уже все достиг максимума достиг чего хотел в пять лет уже на пенсию ну хорошо не в пять а в пятом классе хотя я думаю через какое-то время дойдем это в пять лет поступил в престижный детский садик все дальше уже жизнь его понесет сама вне зависимости от того будет он что-то делать не будет уже автоматически переходит между прочим у меня недавно произошла история девочка из класса которую я учу в 1543 школе 9 класс Алиса Чистопольская вот нужно понаслушалась рассказов о престижных школах и так далее и значит сдала в середине учебного года экзамен в 57 школу поступила пришла туда два дня проучилась и вернулась назад потому что вдруг выяснилось что для нее важнее чему учат чем престижный номер школ потому что там кроме престижного номера как выяснилось ничего нет понимаете реклама есть супер конкурс есть а она пришла говорит что задачи которые там решают совершенно не соответствуют что называется вот и у нее хватило сил взять и вернуться а параллельно с ней другой мальчик из того же самого класса ушел и его родители настояли что не важно что там учат важно что номер школы поскольку школа в центре Москвы поскольку она всем 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 известна поскольку она про себя хорошо пишет ты будешь учиться там даже если ты понимаешь что вот и все и все родители настояли хотя бы очень даже замечательный мальчик да пожалуйста сначала я посчитаю чему равна сумма углов пятиугольника для этого сумма углов выпуклого пятиугольника выпуклого пятиугольника ну это я знаю это действительно легко давайте нарисуем чертеж если у нас есть любой выпуклый пятиугольник то его можно просто разрезать на три треугольника и в треугольнике сумма углов это 180 да еще в этом треугольнике 180 да еще я уже не знаю как их показывать вот это вот это и вот это еще 180 всего получается сколько? три раза 180 540 540 совершенно верно это я знаю дальше дальше значит обозначить каким-нибудь образом эти углы нет уже нельзя альфа а что обязательно обозначать? а вы будете сейчас писать много уравнений нет ну я напишу уравнение 180 значит что угол альфа хорошо я понял ваше решение да 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 я понял о чем вы говорите значит смысл такой вы давайте x y z u v хорошо? да тогда вы хотите сказать что вот это вот это будет 180 минус x 180 минус y да? разница будет такое альфа плюс 180 минус x плюс 180 минус y это будет сколько? это будет 180 да это будет 180 градусов хорошо я согласен и что нужно сделать дальше? написать для каждого треугольника да отлично вот тогда на той доске одно равенство я вам уже написал вы уж пожалуйста дальше бета нет не бета равно а бета плюс как вы начали их писать так и давайте продолжим бета плюс 180 минус y пишем все это не самый быстрый но с другой стороны понятный надежный способ действительно напишем сейчас 5 равенств ну да еще начали писать градусы давайте и будем продолжать градусы 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 осталось два равенства дельта да плюс 180 минус y и последнее эпсилон плюс 180 минус x и последнее плюс 180 минус x минус x минус x минус x да тоже 180 так и дальше что вы сделаете с этим битью равенствами я сложу абсолютно верно все садитесь я все делаю быстрее все легко когда вы складываете смотрите что у вас получается здесь альфа бета гамма пишу альфа плюс бета плюс гамма плюс дельта плюс эпсилон дальше вот эти вот 185 раз да еще здесь потом будет 185 раз всего будет 10 раз 180 градусов 180 значит умножить на 10 дальше минус минус что x y z да что у нас здесь сейчас и v и v два раза u два раза z два раза все по два раза значит минус два раза сумма x y z u и v а мы знаем что это такое это 540 градусов то есть 180 умножить на 3 так 180 умножить на 3 и чему все это равно 5 раз 180 это 5 умножить на 180 заметьте никаких x y z у и v уже нет мы теперь должны всего лишь сделать так значит здесь минус 6 10 минус 6 это 4 поэтому вот эта вот штука это 4 раза 180 градусов вот а здесь 5 раз 180 ну значит сумма альфа бета гамма дельта епсил это 180 градусов договорились? да однако ваше рассуждение гораздо длиннее чем могло бы быть значит давайте я чтобы навести вас на мысль сделаю следующее напоминание значит ребят когда у вас есть любой треугольник и в нем есть какие-то углы например альфа бета и гамма вот этот угол это альфа плюс гамма ну это следует просто из того что сумма всех трех углов это 180 а здесь как раз 180 если угодно я это еще умею так рисовать то когда у вас есть любой треугольник давайте продолжим одну его сторону здесь вот у нас угол альфа и угол гамма и проведем параллельно вот этой стороне тогда смотрите этот угол равен этому а мы сегодня это уже обсуждали Когда есть две параллельные прямые то вот эти углы равны таким образом здесь у нас угол альфа А здесь у нас угол гамма. Вот это называется внешний угол треугольника. И он равен сумме альфа и гамма. Давайте посмотрим на наш чертеж. Сотрем все эти x, y, u и v ненужные. Посмотрим на альфа и на гамма. И, ребята, вот этот вот угол, это как раз альфа плюс гамма. Давайте я покажу вам этот треугольник. Вот у него одна вершина, вот вторая и вот третья. Вот у такого треугольника есть внешний угол. И этот внешний угол равен сумме. Согласны? Отлично. Чуть-чуть осталось подумать. И получится решение. Совсем чуть-чуть. У нас есть угол. Альфа плюс угол. Треугольник выделите. Такая вершина. Ну, понятно, понятно. И вот здесь. Молодец. Абсолютно верно. Давайте я желтым цветом эти три большинства. Нет, вы куда убегаете? Вы еще должны показать, где этот самый внешний угол и написать, собственно, чему он равен. Это не альфа. А, это бета плюс дельта. Отлично. Вот сюда вот напишите, пожалуйста. Бета плюс дельта. Совершенно верно. Вот этот угол, внешний для вот такого треугольника, и он действительно равен бета плюс дельта. Так, и почему же 180 градусов в ответ? А, потому что этот треугольник подобен, да? Нет, подобен здесь ни при чем. Почему сумма альфа, бета, гамма, дельта и эпсилон 180 градусов? Отойдите, все время. Да? Ну, потому что сумма углов в ответ. Конечно. Треугольник. У нас просто возник вот такой треугольник. А у него есть три угла. Эпсилон, альфа плюс гамма и бета плюс дельта. Поняли? Да. Спасибо, садитесь. А оказывается, что даже это слишком трудное решение. Можно было эту задачу, а пятиугольники, решить еще легче. Ребят, вот давайте я возьму грудь. Видно, что у нее колпачок черный, а здесь наконечник, то, что пишет. Согласны? Все запомнили? Наконечник черный. Так, ну давайте начнем. Значит, пусть у меня ручка расположена вот так. Наконечник где? Внизу. У угла. Показывает ручка туда. Да? Замечательно. Или давайте отсюда начнем. Отсюда, чтобы пошли. Так, внимание. Наконечник здесь, ручка показывает вот так. Запомнили? Альфа. Гамма. Эпсилл. Бета. Дельта. Что произошло с направлением ручки? Повернулась. Повернулась. Давайте, набейся. Смотрела сюда. Повернулась на альфа. Потом не меняла свое направление. Повернулась на гамма. Не меняла. Повернулась на эпсилл. Повернулась на бета. И повернулась на дельта. И в результате она осуществила поворот на 180 градусов. Начал я движение, когда ручка смотрела сюда. А закончилось оно, когда ручка смотрела сюда. Поняли? Поняли. Между прочим, ребята, вот этот вот прием с вращением, он довольно часто помогает при подсчетах углов. Давайте я покажу еще одну картинку, где с ручкой получается гораздо быстрее, чем без ручки. Значит, смотрите. Задача о сумме величин внешних углов. Берем какой-то многоугольник и продолжаем вот так вот его стороны. Понятно? Возникают углы. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Смотрите. Повернул раз, повернул два, повернул три, повернул четыре, повернул пять. Запомнили, как она была? Да. Она показывала туда, да? Теперь раз, два, три, четыре, пять. Показывает опять сюда. Она сделала что? Полный оборот. А полный оборот это сколько градусов? Триста шестьдесят. Триста шестьдесят. Мы получили замечательную теорему. Сумма вот этих углов, вне зависимости от количества сторон, у любого выпуклогоного угольника в 360 градусов. Понятно? Ну, конечно, это может было и посчитать. У вас есть формула для суммы углов многоугольника. Ну, понятно, да? Если у вас н-угольник, то он состоит из н-2 треугольников. Поэтому н-угольника сумма углов это н-2 умножить на 180 градусов. Каждый раз здесь 180 и отнимается этот угол. Поэтому для подсчета вот этих самых углов, для суммы, надо на самом деле из н умножить на 180 вычесть н-2 умножить на 180. Если вы раскроете скобки, то легко убедитесь, что ответ это 360 градусов. Но согласитесь, с ручкой понятнее.